МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и чем? Восполнить недостаток тепла и солнечных лучей, раскрасить жизнь яркими красками. Мы сегодня спросим у психолога Аллабановой. Здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Скажите, вообще существует такое понятие, как осенняя депрессия? Или это люди придумали, чтобы как-то свое настроение оправдать? На самом деле действительно существует такое понятие, как осенняя депрессия. К сожалению, когда укорачивается день, увеличивается ночь, исчезает такой, ну, уменьшается гормон серотонин. А это гормон радости, гормон счастья. А наоборот, увеличивается в нас такой гормон, как мелатонин, это гормон сна. И именно это, так как все-таки человек, это биологический механизм, и мы все равно подвластны биоритмам. Поэтому так как природа засыпает к зиме, так и человек, он становится более инертным, апатичным. И у нас проблемы существуют как в психологическом плане, так и в физиологическом. Я так понимаю, что эти ощущения не чужды и вам. Вот отсутствие солнечных лучей лично я очень остро на себе ощущаю. Ну, на самом деле, про себя, наверное, я так не могу сказать. Да, потому что я владею некоторыми методами. Секретами. Секретами, да. И поэтому у меня все всегда хорошо. Но люди, мои пациенты, родственники, да, конечно, у них тоже бывают, они тоже подвержены осенней хандре. Хорошо. Допустим, человек понял, что вот раз радости не хватает, настроение не то, в общем, осень на дворе, а что нужно первым делом делать, чтобы как-то изменить ситуацию? Давайте я сначала еще проговорю, то есть на какие симптомы нужно обратить внимание. Так. Вот физиологически. Если вдруг хочется все время спать, да, или наоборот, днем хочется спать, а ночью сон нарушен. Если хочется кушать, да, то есть заедать что-то, или наоборот, полный отказ от пищи, если наступает, знаете, такая вот жизненная вялость, усталость, то есть хочется все время где-то присесть, прилечь, вот на эти физиологические симптомы нужно обратить внимание. Психологически это апатия, это раздражительность, то есть вот это, да, неверие в свои силы, пессимизм какой-то. То есть на это все мы должны обратить внимание. Существует множество различных вариантов, как из этого выйти, и, в принципе, так как это и для обычных людей проблема, так и для людей с различными соматическими, хроническими и психиатрическими заболеваниями. Людям, которые знают уже свои вот эти проблемы, обязательно нужно обращаться к специалистам. Ну, а тем, кто не знает о каких-то своих проблемах, я обязательно дам сегодня какие-то рекомендации. Делитесь скорее секретами. Хорошо. Работать надо, жить, продолжать тоже необходимо. А спать-то хочется. А спать хочется. Ну, во-первых, нужно обязательно гулять и получать как можно больше кислорода, да, и все равно на улице всегда светлее, чем в помещении. Поэтому чем больше вы гуляете, тем лучше. Второе. Обязательное общение с родными, близкими людьми. Вот эта поддержка, она всегда нам нужна, да, и именно родные, близкие люди, они всегда подставят плечо, всегда приободрят, всегда скажут нужное слово. Дальше. Вы знаете, вот как бы это ни смешно казалось, но чистка своего гардероба или какая-то системная уборка в доме, да, то есть это тоже помогает. Это, с одной стороны, приводит в порядок свои мысли. Поэтому не бойтесь убираться в своем доме, чистить свой гардероб. Следующее – это взрастите солнце в своей душе. Вот это вот очень важно. То есть представить, что ваше тело напитывает солнце, да, брать положительные моменты отовсюду. Вышли на улицу, увидели красивое дерево, почувствуйте это дерево, внесите его в себя, да, ищите плюсы во всем, в улыбке детей, в своих родителях, в любимых людях, в работе. То есть плюсы эти, они взращивают, так скажем, внутри вас какую-то положительную атмосферу. Старайтесь ярко одеваться. То есть, да, яркие цвета, они не только внешне, да, вот вы видите на мне, они не только внешне нам помогают, но и внутренне они тоже нас снабжают положительными эмоциями. Лекарственные препараты какие-то есть, волшебные от депрессии, витамины элементарно? Вот обязательно нужно употреблять как можно больше фруктов, овощей, это, да, конечно. Можно, конечно, употреблять поливитамины, но я бы здесь все-таки посоветовала обратиться к врачам, людям, у которых есть хронические заболевания, им обязательно тоже нужно обратиться к тем врачам, которым нужно, да. Для людей еще обычных я хочу вот такие упражнения дать, да. То есть первое упражнение, выходите вы на улицу, вот пошли на работу, увидели первый луч солнца, встаньте, закройте глаза и посмотрите на это солнце с закрытыми глазами и попытайтесь представить, как это солнце входит в вас. Лучики касаются каждой частицы, наполняют все тело бодростью, энергией, чем-то зажигательным, да. Ну и еще одно упражнение, это упражнение сосуд, то есть когда вы представляете, что ваше тело – это некий сосуд, и вы сливаете из себя негативную энергию, представляя ее в каком-то негативном цвете, и наливаете в себя положительную. Спасибо за эту полезную беседу и за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Пожалуйста. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях психолог Алла Лобанова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok